Привет зрители! Сегодня с нами RAV4 версия эксклюзив. Уже мы на ней гоняли по трассе, мчались сквозь набдолбы и препятствия по льду реки. А теперь заглядываем вот сюда вот. И что видим здесь? Выхлопную трубу. Именно она ограничивает дорожный просвет. Посмотрели точку 1, давайте посмотрим точку 2 с этой стороны. Вот здесь какая-то бумажка кто-то кинул. Вот так. И видим, да, вот свисающаяся часть трубы. И больше, в общем, ничего нам тут не мешает. Все прикрыто щитками. Именно из-за этой трубы, да, дорожный просвет, как многие пишут, 165 сантиметров. Честно сказать, это не самый критичный показатель. Вот если бы свисал бак, если бы свисали какие-нибудь трубки тормозные, еще что-то. Ну труба, она механическая, металлическая, да. Трахнулся я, я что-то пробил, поехал дальше. Пускай радостно издавая звуки гоночного болита, тем не менее, это не так важно. Что же такое эксклюзив, да. Поговорили про трубу, давайте теперь поговорим про то, что у нас здесь есть. Эксклюзив оснащается новыми элементами. Сквозь всякую мишуру, например, серебристый обвес такой, да, такие якобы крутые диски. Хотя в целом, ну, диски как диски. Есть одна главная функция, которая не видна внешне. И цена ее прям, ну вот, вот хочется расцеловать автомобиль, где она есть. Что это? Это открытие с ноги. Проводим. И вообще здорово. Никаких рук. Все открывается с ноги. Словно футболист мы открыли багажник с ноги. Что у нас здесь? Хотя, наверное, каратист больше подойдет к моему такому сногсшибательному, филистичному сравнению. Внутри очень удобная вот такая вот часть, которая позволяет оптимизировать. Накидать сюда что-то, как я сделал. Какой-то мусор, съемочное оборудование, тросы. И спокойно существовать. Причем она меняется, как мы видим. И необходимая настраивается часть. Правда, багажник чисто японский. Никакой фиксации шторки нет, да. То есть она вот такая вот вся, без выемки. Вот честно сказать, Toyota при всей своей практичности в наше время по-прежнему выпускает достаточно странные шторки. Ну не знаю, если честно, почему бы не поставить какую-нибудь здесь открывашечку, не понимаю. Ладно, не будем придираться. Пожалуй, это единственное, на что в багажнике можно обратить внимание и посетовать. В остальном докатка. Видим, можно в нишу положить жижку. Что-нибудь еще интересное здесь найти. Ключочки, например. То есть в целом багажник оборудован хорошо. Видим, для сеточек дополнительных есть части. Единственное, что не могу найти я прикуривателя или розетки. Да, вот что не вижу, того не вижу. Возможно, здесь этого нет. Или скрывается где-то в недрах. Давайте посмотрим. Но не вижу. Не вижу я в багажнике такой вот опции, да. Так что будем иметь в виду. Возможно, просто не могу ее сейчас вот найти, да. Тем не менее, я не считаю, что это критично. В остальном багажник вполне достойный. Что, попробуем закрыть с ноги. Оп. И? И что? И ничего. Странно. Видимо, с ноги не закрывается. Все-таки нужно, наверное, прикладывать усилие к кнопке. Хотя странно, если честно. Действительно, странно. И открывается с ноги, а вот закрывается, не закрывается почему-то. Странно, да? Можно говорить о высоту. Кстати, высоко я головой не бьюсь, да, в отличие от других автомобилей. Все здесь сделали добротно. Но с багажником у меня есть, конечно, вопросы. Вот. Я, видимо, недостаточно хорошо проводил ногой. В этом тоже есть свое искусство. Закрывается само. И идем дальше. Идем дальше. Это, я считаю, главная фишка эксклюзива. И именно поэтому можно выбрать эту версию, да. Думаю, конечно, доводчик появится и в других вариантах автомобиля. В целом, сзади у нас никаких откровений. RAV4 у нас уже был. И сказать, что здесь что-то как-то изменилось, не получится. Прыгаем сзади. Видим, что кроссовер стал достаточно крупным. Даже при метр девяносто контакта у меня нет. Обращать на себя внимание подогрев дивана. Это хорошо. Но, кроме единственной розеточки тут, на 12 вольт, ни USB, ни воздуховодов, ничего не положено, чтобы порадоваться на заднем ряду, да. Вот, решил я посмотреть что-нибудь еще. Ничего не нашел. Хотя, место над головой есть. И сбоку бьешься вроде даже не о ручку. В целом, доволен я посадкой. Даже для рослых пассажиров. RAV4 теперь предлагает много места. Это вам не черри Тига. Помним этот кроссовер китайский. Который как раз на старом 2000 года поколении базируется. Того же RAV4. И понимаем, что... Посмотрите, как выросли автомобили нормальные, да. И теперь стали удобны для большинства людей. Ну, раскладывание вот такое вот с такими вот классными решениями позволяет возить длинномер и ничего сюда падать не будет. Это правильно. Это хорошо. Регулируем, соответственно, спинку. В целом, к задней части у меня претензий нет. За исключением того, что розетка все-таки для современного автомобиля маловато. Прыгаем вперед. Прыгаем вперед. Но сначала... Во, сначала, да. Кстати, видите, я уже поставил камеру. Сегодня приборы будут видны хорошо. Сначала все-таки посмотрим на двигатель. Все-таки посмотрим на двигатель. Где он у нас тут? Вот тут вот. Хотел уже было опять мчаться. Как вы знаете, я очень люблю рулить. И меньше всего люблю говорить просто так, да, бегая вокруг автомобиля. Все-таки мы для этого автомобиля и берем, чтобы радостно на них перемещаться. Так, открываем капот. К сожалению, кочерга. Вот такой вот упор капота механический. Ну, признаться, когда уже не надо будет ругать за этот производитель, я не знаю. Видим двигатель 2.5. Это топовый для эксклюзива 180 сил. Кстати, можно еще выбрать 2.0, 146 сил. Но, на мой взгляд, именно 2.5 здесь самое оптимальное имеет место быть. Почему оптимальное? Потому что 9.6 до 100. Это превосходит такой вот физиологический порог в 10 секунд, когда автомобиль занимается быстрым. То есть RAV4 быстро. Вот такая вот тема. Теперь, посмотрев на двигатель, посмотрим, что еще можно отметить. Наверное, уже можно прыгать, все-таки ехать. Потому что, в целом, ну, поетовская внутренняя часть. Сказать, что здесь как-то что-то не так не получится. Места много. Думаю, что все все увидели, кто хотел на что-то здесь обратить внимание. Так, закрываем мы это все. Жаль, единственное, что дизели, кстати, не стало. Но, такова судьба. Современных Toyota, собираем их в России. Дизельные не бывают у нас двигателя. Так, прыгаем сюда и располагаемся. Привод только полный и с автоматом. Если версия 2.0, то можно выбрать и механику. Ну, на вашем месте я все-таки, если смотрите на кроссовер, исключительно брал бы автоматическую и полноприводную версию. Монопривод забудьте. Это, ну, не то, что вам нужно. Сто процентов. Сто процентов. Кстати, видите, опять же, последствия русской сборки. Это GLONASS модуль. И вот такой вот компактный ОЧ-шник. Честно сказать, за нами следят. И все больше и больше машин будут с этим модулем. И, как вы знаете, рынка БУ больше нет у нас. Везти какой-либо автомобиль из-за рубежа можно, но ездить на нем будет нельзя, потому что номера не получите. Вот так вот нам сделали сюрприз нашего правителя. Так, что у нас внутри? Как у нас здесь дела? Давайте посмотрим. Давайте заведемся, чтобы ожили приборы. Так. Оживаем. Вот она, главная фишка внутри. Если снаружи это условные диски и обвес, то здесь нас ждет очень классное решение на Android. Это то же самое, что у нас было на Camry. По сути, тот же самый модуль, но поменьше. Диагональ, тем не менее, очень классно. Очень классно. Почему? Теперь Toyota радует так же, как, например, Honda, которая первая стала внедрять вот такие вот технологии. Главная фишка, что в отличие от той же Honda, здесь нет кастрации. Это полноценный Android, по сути, планшет, интегрированный в автомобиль. То есть можно что угодно выбирать. Novitel, Яндекс, что угодно. То есть полностью контролируя весь процесс. Даже можно с этой диски проигрывать, что удивительно. И SD-карточка дополнительно. Ну, еще хочу сказать, да, здесь поставили 3G-модем внутрь, да, головы. Теперь не нужно подключать смартфон. Но, думаю, версии на рынке, они все-таки требуют подключения смартфона, чтобы через Wi-Fi шел соответствующий сигнал. Но в нашем случае все в порядке, все хорошо и работает корректно. Так что тоже можно обратить внимание, поставить себе модем и ездить полностью подключенным к пробкам, к чему-то еще. Ну, это, конечно, очень удобно, очень здорово. Главное, никаких вот тормозов, вот за это, да, то есть вспоминаем какой-нибудь Nissan. Почему я там ругаю, да, мультимедиа? Потому что, ну, вот так должно работать, да? То есть все быстро. Масштабируем мгновенно, двумя пальцами. Хочешь так, хочешь так. Ну, расхваливать смысла нет, потому что это все здорово. Потому что это так и должно быть. То есть вот учитесь у Toyota-производителя, ставьте подобное решение. Буду тоже хвалить, потому что надо быть удобным пользователем. В остальном Toyota нам предлагает все то же самое, что было ранее. Для России у нас есть подогрев руля, вот в этой, правда, зоне. Но, тем не менее, хотя бы здесь руки можно погреть. А панель приборов у нас несколько, кстати, уменьшена возможность по информации. Давайте посмотрим. Ну, вот, кстати, видно средний расход. Так, 13,4 получается. 13,2. Ну, в целом нормальный расход. Я сейчас достаточно активно езжу. Думаю, что... Ждал, кстати, что 15 будет. Ну, 13,2 вполне, мне кажется, добротно. И видим вот эту вот развесовку, да. Можно двигаться, можно, например, ускоряться. И будет эффект. Вот, смотрите, да, поехали. Дал этот, соответственно, момент. Распределился назад тоже. Ну, хорошо, на мой взгляд, все это работает. В движении мы с вами еще поговорим. Возвращаемся к остальным моментам. Это у нас что? Например, камера заднего вида. Очень удобно на большом дисплее. Очень удобно. Жаль, что 360 градусов недоступно. Только задняя камера. Но все настроено как надо. Видно, я думаю, что и направляющий, и дисплей большой. И даже, несмотря на разрешение камеры, которая не высоко, все выглядит более чем достойно. Главное, что хочется отметить дополнительно, прежде чем мы переведем движение, это вот эта часть нижняя. Как видим, схитрили тойотовцы, сделали ее вот такой нависающей, такой архитектурным нюансом, очень интересным, очень, мне кажется, завлекающим. При всем вот таком вот достаточно скромном, темном интерьере, пускай вот с такими линиями, все-таки, мне кажется, машина несколько... Ну, безразистный интерьер, честно скажу, да. То есть он такой вот холодноватый. Такой вот машина из-за этого воспринимается мной как мужская. Хотя, очень удобно, и сидение классное. То есть мне, чем сказать, RAV4 поругать, в буквальном смысле, не за что. Сидишь и спокойно рулишь, да, управляешь автомобилем. Все кнопки, где нужно, и спорт режим есть. Даже специально прорезиненная часть под телефон, правда, маленькая. Да, вот iPhone 4 сюда влезает, не двигается, но большая часть, пятая, наверное, влезет, шестая уже все, приехали. Так что не поспевают автомобили вслед за развитием потребительской электроники. Ну что, поговорили достаточно на ходу. Я думаю, можно, вернее, стоя на стоянке, можно уже поговорить и на ходу о наших с вами баранах. Ну что, датчик света дождя у нас, естественно, есть, все четко. Фара светит хорошо, об этом мы можем поговорить в ночном тест-драйве. Кому это интересно, пожалуйста, туда приходите. Ну, начинаем движение. Что хорошо у нас на Тойоте? Это, конечно же, то, что Союз 2,5-литрового двигателя с автоматом полноценным, шестиступенчатым. Это очень приятно, это очень здорово, потому что, ну, ощущаешь ты уверенность в автомобиле, на самом деле. То есть, почему-то мне вот такие связки очень нравятся. Вот, не знаю, вариаторы, они, конечно, прикольные. И у Тойот есть вариаторы на младших, да, с 2-литровым двигателем. Вам автомат не положен, потому что он слишком крут, да. А вариатор это все-таки не что-то иное. Движение, конечно, RAV4 из-за этого приятнее. Потому что переключается плавная передача, но при этом достаточно быстро. Подвеска очень энергоемкая, кстати, но потрясывает, потрясывает. Конечно, далеко для, например, бюджетного Duster или Tirana. Там тоже подвеска, как мы знаем, достаточно жесткая. Но там прям трясет реально и нет какого-то благородства в этой тряске. А здесь вот ты чувствуешь, что едешь на кроссовере, способном уверенно преодолевать надолго. Это вы видели, я думаю, на раллином допе. То есть, совершенно не испытываешь боя за автомобиль. Он четко едет, прям по неровностям, ничто на руле не отображается. Все как бы ходит ходуном. Казалось бы, должно вот в трейл разойтись. Нет. Все нормально, все собрано. Toyota, конечно, молодец. Предлагает качественные материалы, чтобы ничто не раздражало человека, который мчится по тому же сложному участку движения. Так что молодцы. Как видим, очень легко управлять двигателем. Дал газу, сразу у нас реакция, задержки какой-либо не ощущаешь. И машина действительно воспринимается динамично, потому что мгновенно у нас идет разгон. Небольшая, естественно, заминка при переходе вниз. Это, конечно, плата за автомат классический. Но потом помчались. Очень здорово, очень приятный разгон. Уверенный двигатель, так насыщенно звучит все-таки. Литраж достаточно большой, поэтому, естественно, ощущается вот эта вот приятная, насыщенная, да, вот эта вот, ну, немноголитровая, конечно. Но, действительно, литраж чувствуется, потому что чем объемнее двигатель, тем интереснее, тем глубже его звук. Так что 2,5 это хорошо. Это, безусловно, хорошо. И, учитывая, что расход можно обеспечить низкий, давайте поставим расход у нас вот сюда вот. Так что, в целом, на мой взгляд, союз двигателей коробки очень хорош. Тем более, есть режим S, более благородный, спортивный, хотя передачу он и не держит. Ну и спорт режим отдельно кнопки, он увеличивает обороты частично, чтобы веселее было ехать тоже. Так что RAV4 позволяет, действительно, достаточно быстро перемещаться в пространстве. Что неожиданно для Toyota, это я виноградно отмечал. Все-таки многие воспринимают такие автомобили для японского производителя, как надежные, долговечные, но не склонные к такой вот динамичной, даже молодежной езде. RAV4 буквально разрывает эти шаблоны и позволяет получить удовольствие от вождения. Я думаю, вы это уже все посмотрели. А сегодня мы говорим про город. И в городе у RAV4 единственный вопрос, это что? Это, конечно, стойки широкие и затрудняют они несколько обзор. Такая вот тема. Впрочем, про любой современный автомобиль можно сказать то же самое. Благо, есть огромные зеркала. Нет пакета по обнаружению препятствий в мертвых зонах. Это прерогатива версии Safety Plus. И, кстати, зритель, есть интересного вам посмотреть на Safety Plus, да, там и контроль дистанционных препятствий, и пресейфити это называемое. То есть автомобиль в случае того, что неизбежно ДТП, там принимаются определенные меры для того, чтобы меньше были последствия. Ну, и контроль разметки, знаков, то есть вся такая тема. На мой взгляд, это, конечно, мишура. А, и вот версия эксклюзив больше подходит для нашего рынка, ну, благо она действительно эксклюзивная. На других странах этого нет. Думаю, что этим опытом воспользуются и зарубежные коллеги Toyota Motor Rus, и, естественно, поставят такую версию туда. Ну, давайте стартанем. Ну, вообще никаких вопросов к работе двигателя. Вау, помчали. Класс, конечно. Конечно, класс. И мы видим, дорожные движения отвратительные. Тем не менее, можно на кроссовере. Кто-то, мне интересно, конечно, товарищ едет. Как-то странно, что у него с расположением в полосах, понятно. Все там понятно. И все. И вот мы едем совершенно спокойно, уверенно, под достаточно энергоемкую и частично жестковатую подвеску. Но руль очень приятный. Тут кожа классная. И, главное, на него ничего не проходит, как я уже говорил. И, конечно, можно поговорить про поведение какой-нибудь драйверское. Да, уже неоднократно про это мной были сказаны слова. Тут хочется Toyota похвалить. Благо, очень азартная управляемость. И SP можно полностью отключить. И даже дрифтовать, перемещаясь в пространстве. В повороте все хорошо. Усилие на руле есть. И машина вообще воспринимается благодаря тому, что и усилие на руле соответствующее. Нет, он не тугой совсем. Не стоит думать, что прям туго ехать. Но вот есть и усилие на руле, усилие на педалях. То есть машина воспринимается более мужское. В очередной раз хочется это сказать. И вообще вот на эту тему даже можно написать, излить на бумаге. То есть RAV4, безусловно, больше мужской кроссовер, на мой взгляд. Не знаю уж, согласно с этим маркетологи Toyota, которые предлагают покупать этот автомобиль. Но вот в этом рестайлинге машина явно с такой мужской ноткой. С драйвовой, с желанием показать себя. Уверенно пройти поворот. Придавить педаль. И позволяет это все делать без вопросов. Без вопросов, без нареканий. Тормоза работают хорошо. В этом тоже никаких вопросов у меня нет. Впрочем, у нас сейчас холодно и скользко. Про реальную эффективность в каком-то суперскоростном участке сложно говорить. В целом, в таких режимах все с тормозами хорошо. Они опять же, и нельзя сказать, что они суперчуткие, и нельзя сказать, что они какие-нибудь ватные длинные. Прямо вот то, что нужно. То, что нужно, очень гармонично воспринимается. Это рулевое, тормозная педаль, педаль газа. То есть, нет сильных каких-то разрывов по, например, руль легкий, а педали тугие. Или наоборот. То есть, в этом плане ты совершенно уверенно начинаешь двигаться. Потому что нет этих каких-то подводных камней, заставляющих мозг адаптироваться. И как-то неловко себя ощущать. Так что, молодцы. Молодцы сделали версию для нашего рынка. С отличной навигацией, с уверенным движением в целом. С подогревами разнообразными. Ну, нечего мне сказать про RAV4. Дурного невозможно. Кто там на эту трубу обращает внимание, ну, вы видели, что это просто труба. Если вы куда-то съехали, приложитесь, и ничего не случится. Тем более, опять же, хочется напомнить, что RAV4 при всей этой наговемкой подвеске, да, при уверенном движении по любым дорогам, там, что по проселку, что по каким-то еще сложным явлениям, не является полноценным внедорожником. Для этого есть Prada, например, в модельном ряду, да. То есть, выше, да, RAV4 стоит Highlander. Он скоро будет, кстати, обновлен. Я думаю, предстоит его на нашем рынке. И вот это вот, да, Highlander и RAV4, это звенья одной цепи. А Prada LK200, это, соответственно, другое. То есть, там более все серьезно, более готово для того, чтобы поехать, да, на какую-то рыбалку, еще куда-то. Здесь тоже, безусловно, можно съездить, убедились, что привод работает хорошо. Но есть свои нюансы, да. Например, длительное движение с пробуксовкой может вызвать перегрев муфты, и машина станет переднеприводной. И в этом нет ничего дурного, да, потому что, ну, не предвоспособлен кроссовер, чтобы месить грязь. Честно сказать, есть для этого, действительно, модели. В ряду другие модели. Плюс, еще не будем забывать про то, что, что же... А, ESP, да, ESP, вот задумался я что-то еще хотел сказать. Да, ESP очень настроен агрессивно. И тут та же тема, связанная, например, с X-Frame, когда ESP нельзя было отключить. Душит буквально, вот, очень сильно душит. Не дает, думаю, колесам проворачиваться. Думаю, опять же, это связано с тем, что муфту берегут. И в итоге машина, некоторые препятствия, да, вынуждены просто... Не может выехать. Не может выехать. Отключаешь ESP, то становится машина без помощи. И диагональные вывешивания не проходят. То есть тут вот надо тоже это иметь в виду. Для тех, кто прям считает, что купил кроссовер, езжай в какую-то агрессивную среду. Не стоит, не стоит давайте думать о том, что у каждого машины свое применение. Потому что так, для города я могу всем рекомендовать RAV4, особенно мужчинам, честно говоря. Вот тут вот опять хочется надавить на кнопочку и сказать, вот, продавить свое мнение. Вот мужчинам действительно вот очень подойдет, такой строгий интерьер. Ну, действительно, машина такая больше мужская. Вот так вот. Вот такие вот мои мысли по этому вопросу. Все посмотрели. И, конечно, пишите, нужно ли брать RAV4 с пакетом Safety Plus. Ну, с этим можно 2.0 раз взять, чтобы было интересно, как едет 2.0. Потому что с 2.5 все понятно. Отличный двигатель, отлично работает коробка. Ну, а там уже будет совсем другое, думаю, по дороге. На этом я с вами прощаюсь. Пишите то, что вы думаете по этим вопросам, по моим мыслям. И, конечно, рад с вами взаимодействовать. Стараюсь для вас, чтобы было понятно, как, что, где и куда. И на какие автомобили стоит обращать свое мнение. До новых встреч. Пока. И будьте на моем канале. Смотрите мои видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок.